А при ночам ролика я хочу сказать большое спасибо вот этому человеку Роман Паршин он сделал для меня интро который вы только что увидели в принципе пишите в комментариях как вам это интро мне на самом деле очень понравилось это то что я хотел да то что именно я вот прям хочу пиздец чтобы было интро такое сможет сделать только настоящий профессионал но мне вот это интро тоже очень понравилось поэтому ставьте на лайки за это интро и пишите как вам оно ну и пишите в комментариях спасибо вот этому человеку Роману все всем приятного просмотра всем привет с вами кирилла вы на канале кирилл геем мы сегодня мы играем в малышку на серию родина роли плей центральный округ у них здесь кирилл путбулов и не забывайте водить мони при регистрации и так сегодня новая серия вкратце расскажу о чем сегодня будет серия короче я вчера летал на вертолете обнаружил батырева скрытую оффроуд трассу и сегодня я хочу ее посмотреть подробно и прокатиться на ней я не знаю знаете ли вы это место или нет она находится батырева ну как выборе не батырева там чуть дальше чем батырева короче сейчас вам покажу где-то находится я взял audi потому что у меня никакого внедорожника джипа нету вообще у меня bugatti mercedes бэха и вот audi audi выше всех ливен в принципе это будет более рпш не если я возьму ее поэтому в принципе я и взял ее и мы на ней едем сейчас в батырева потом там проедем через дорожку и наконец-то посмотрим эту скрытую оффроуд трассу так вот мы доехали до этого поворота нет мы не будем ехать на полигон полигон мы уже видели все в принципе вот мне реально родина нравится тем что постоянно вы находите что-то новое как я вот находил там какое-то заброшенное здание там и так далее это довольно таки круто что много всяких пасхалочек грубо говоря всяких новых мест маппинга и так далее это очень круто так сейчас мы уже почти доехали где-то вот здесь а вон она и видно в принципе честно я это раньше не видел я вот на вертолете пролетал только это увидел и все а так я раньше этого не видел так и надеюсь мне за и попа не дадут них вина потому что такие типа вот афроуд трасса вот такая вот колья здесь я так летал в отлете смотрел что здесь особо никакого никакой развязочки в принципе нету какой-то знак обычный в принципе беседочка мы сейчас давайте прокатимся потом уже подробно все рассмотрим что здесь и как как бы так но здесь у нас типа выходит дорога на поле но по полям мы ездишь не будем вы сами понимаете принципе здесь да нужно на джипе ездить ну хоть какая-то на самом деле фроуд раз потому что на многих серах нету фроуд трасса вообще никакой серьезно это реально бесит а да там все любят погонять и так далее но заняться оффроудом тоже было бы довольно-таки интересно ну я не знаю это специально сделали для оффроуда либо это чисто так добавили чтобы было потому что я хотел бы чтобы и сделали трях трассу и дрифт трассу и оффроуд трассу это было довольно таки круто потому что насележает много человек как бы и у каждого свои интересы кому Кому-то нравится оффроуд, кому-то нравится дрифт, кому-то нравится драг, кому-то нравятся японские машины, кому-то немецкие. Ну, короче, понимаете, к чему я клоню, в принципе. Да, поэтому вот такие вот дела. Но эта колея очень похожа на колею, какая находится в Бусаево, там в лесу. Вот прям очень похожа. Но все же, блин, это довольно-таки прикольно. Единственное место, где вы можете заняться реально оффроудом, и то это, мягко говоря, в принципе, его так называть нельзя, это в Бусаево, там в Калякино покататься, либо вот в Батырево, в принципе, вот здесь тоже поездить. Там на полигончик можно заехать как-нибудь, на джипе. Ну, а я, в принципе, только на аудио. Так, теперь давайте выйдем. Так, там респаун на тачке не будет, чтобы я машину свою не прозевал, короче. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас такой домик, типа просаженный. Эх, сюда никак не пройти, на самом деле, да. Это хрит, ново. Так, ну и мы сюда никак... Тут у нас печь есть, обои, там все дела. Ла-ла-ла. Ну да, ничего особо интересного здесь я не наблюдаю. Беседочка вот здесь есть, в принципе. Да, но она, по-моему... Не, хотя нормально, в принципе. Конечно, под таким углом сидеть будет довольно-таки неудобно, я думаю, да. И что-то на стол ставить. Ну, все же, пацаны, хоть какая-то оффроуд-трасса, но есть. Да, ее, конечно, я... Вот давайте я вам покажу на карте, где она находится. Так, ну, вот это озеро, короче, Батырево. И вот здесь она находится, это оффроуд-трасса. Короче, кому будет интересно, можете сами в этом приехать. Посмотреть. Я не знаю, на северном округе, на южном округе есть такая оффроуд-трасса. Но на именно центральном округе есть. Напишите в комментариях, кто играет на северном, на южном округе. Кто точно знает, есть там вот такая вот оффроуд-трасса или нет. Мне просто реально будет интересно. Потому что у нас на северном округе есть очень дорогие дома, их на южном округе нет. Значит, северный округ, пацаны, я еще ни разу не заходил. И, наверное, не буду, потому что я играю только на центральном округе Смысл мне играть на двух серверах или на трех Представляете себе, я играл на центральном округе, на южном округе и на северном округе Это был бы, на самом деле, полный пиздец Поэтому я буду играть только на одном сервере, а это на центральном округе Потому что у меня здесь имущество нормальное, в принципе И уровень уже 19, и как бы, да Поэтому я буду играть пока что только здесь так ну что же давайте прокатимся еще в принципе надо скриншоте красивый сделать еще давайте мы этим займемся так все скриншот готов в принципе можно еще прокатиться я думаю это лишь не будет когда все заводим наш автомобиль принципе да но хрена на audi что у него клиренс да принципе довольно таки нормальный смотрите на по моему даже не цепляет да вот реально даже не цепляют принципе поэтому на ней будет ездить довольно таки приятно здесь ну видите вот такая вот развязочка здесь тоже идет ой я застрял пацаны да уж опачки давай 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 есть заебись так здесь у нас типа типа должен быть на самом деле типа вот такой вот круг я думаю это и так все понятно пацаны такой небольшой видосик был для тех кто у кого есть джип и там кто любит оффроуд может туда приезжать кататься в принципе как бы испытывать свою машину там не знаю сходки устраивать я думаю это будет довольно неплохо все равно приятно что такие места есть принципе их мало на самом деле но они есть ну что ж на этом я буду заканчивать всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и всем пока-пока а 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